всем привет 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 андрей привет максим как-то добрался до сюда не очень долго я на такси приехал живешь здесь андрей который жил за мостом а слушай а расскажи нам пожалуйста как ты вообще стал дата инженером ну как-то случайно так вышло ты шел из моста выходил и стал дата инженером но на самом деле очень похожая история в какой-то момент времени выбирал чем заниматься думал чем-нибудь технологичным надо заняться что-нибудь про высокие технологии космические корабли и всякие всякое ракетостроение и подумал что перекладывать таблички очень весело и стал дата инженером то есть это прям первое с чего ты начал ты не приходил из разработчиков дата сайентистов мл-чиков не из кого вообще не из кого я до этого занимался такими более интерпрайз вещами я вообще очень много занимался интерпрайз разработкой в мире бодишопов и продажи ручного труда за рубеж вот и в какой-то момент времени мне был свой небольшой стартапчик который купил яндекс он закрылся и после этого я решил что надо заняться чем-то более полезным чем я занималась в том небольшом стартапчике и нашел себе команду которая мне понравилась она занималась перекладыванием табличек это было весело и вот и решил что вот эту историю надо развивать и так пришел в этот мир прекрасный дивный вот тут сижу на меня светят какие-то фонарики и это ровно та история как ты попал в яндекс да из этого же стартап чека ну да я шел в комплекте со стартапом да я поняла укомплектовался слушай а расскажи а что тебе нравится в д е вот больше всего вот твоя специализация к чему душа лежит в общем ну на самом деле очень неприятно то что ты хоть и занимаешься очень глубоко техническими вещами но это делаешь по крайней мере в моей команде мы делаем продукт и это с одной стороны ты можешь участвовать в развитии продукта ты сам знаешь как его развивать потому что это технический продукт тебе не нужно быть экспертом в доменной зоне какой-то очень специфичный там например как какие-нибудь какие бывают сложные доменные зоны не знаю в общем ты сам являешься экспертом одновременно и в доменной зоне и разработчиком ты сам фичу придумал сам ее написал сам ее заимплементил сам порадовался и это очень приятный процесс понятно слушай а в яндексе ты вот как раз ты говоришь что продуктовая разработка какой продукт мы занимаемся продуктом который господи какое у него сейчас рабочее название наверное дата трансфер вот продукт называется дата трансфер он судя по названию делает трансфер данных вот продукт изначально на самом деле назывался по-другому делал совсем другие вещи но за последние пару лет эволюционировал вот в такого монстрика который занимается кроссистемной логической репликации макс слушай а ты ты занимаешься продуктовой разработкой или тоже технологической ну черт узнает мне кажется то что я на стыке занимаюсь я готовлю данные перекладываю таблички но добавляю в них какие-то логические преобразования а ты ксеню а я очень сильно продуктовый я наверное боюсь да и как раз то что сказал андрей по поводу того что надо разбираться в доменной области какой-то которая еще часто меняется еще в разных доменах да это добавляет так сказать сока вот в существующие до существующие проблемы которые дата инженеров и так мне кажется достаточно вот слушай а скажи вот дата трансфер ну вот почему вдруг решали его написать ну так нас на самом деле это был очень долгий мучительный процесс мы не пришли сели и решили его написать было очень мало много разных заказов от кучи разных команд яндекс большая компания в них есть много проблемных мест и одно из этих проблемных мест было то что в яндексе много баз данных как самописных так и не самописных и эти базы данных они используются разными командами по разному в разных местах и такая боль просто собирать эти данные вот максим может знать потому что он занимается построением конечного продукта вот конечной какой-то витрины а инструментов для сбора это конечная витрина их много они разнообразные не пойми какие а пенсорс на еще не дай бог ух у меня есть лайфхак. Можно не писать свои базы данных, и тогда баз данных для переливок будет меньше. Ну, на парочку разве что. Всего лишь на парочку? Ну, думаю, да. Но обязательно туда притащат какую-нибудь экзотику, которая уже написана. Да, да, да. Да? Например, если же есть такой продукт, как Тиберу. О, Господи, за что? То есть вы даже понимаете друг друга, да? Ну, Тиберу — это порт от Ораква-9, по-моему. И это корейская компания, которая начала развивать свой Оракл. Ты сказал слово Оракл, у меня глаз задергался. И вы из него тоже умеете переливать данные? Да? И в Яндексе пользуется Оракл? С ума сойти. Ну, везде Оракл используется. У нас еще такой древний Оракл, Господи Иисусе. Я поняла. То есть вы прям, ребята, любите извращение. Да. Слушай, а скажи, вот дата трансфера, он трансферит данные как бы с какой скоростью? Раз в день, раз в час. Вообще, на самом деле, в реал-тайме. Это реал-тайм-система. Ее главная задача была обеспечить консистентность данных с минимальным отставанием. В целом, мы изначально решали совсем другую задачу. У нас была задача ускорить построение сессий, чтобы они устроились с задержкой не десятки минут, час, а задержкой единицы секунд. И это, ну, типа, кардинальный скачок. Мы до минутных цифр уже дошли довольно быстро, и дальше ускорять было невозможно без кардинального изменения парадигмы. И вот эта, собственно, измененная парадигма, она и родила дата трансфер. Он работает не какими-то кусками, он в бесконечном потоке работает. Это стриминговая система. Ясно. А насколько часто вам нужно прям вот не реал-тайм для заказчика, для внутренних заказчиков? Слушайте, на самом деле часто. Но чаще всего это нужно для каких-то реал-тайм витрин. И если говорить про процентное соотношение, то, наверное, может, 25% заказчиков хотят не реал-тайм. Но если ты говоришь, что мы делаем не реал-тайм за те же деньги, за которые ты можешь делать бач-процессинг, то люди такие, ну, давайте не реал-тайм. Почему бы нет? То есть это прям даже те же самые деньги? В некоторых сценариях те же самые деньги. Не во всех. Ну, я просто так представляю. Обычно бач — это что такое? Ну, проснулся, стянул полбазы, положил ее и заснул. Ну, максимум, ну, там, час, ладно, если сильно напряжешься. Но не реал-тайм — это же получается always on, так сказать, на кластерах. Как вы достигаете таких высот? Магия-то в том, что когда изменяются данные, они же изменяются не все, и, соответственно, мы логическая репликация, мы реплицируем только измененные данные. И для многих сценариев использования логическая репликация дешевле, чем бачевая. Если ты раз в день перекачиваешь терабайт данных, и у тебя обновляется миллион строк на гигабайт, то выгоднее этот гигабайт перекачать как можно быстрее, чем каждый день перекачивать терабайт. Потому что он будет перекачиваться долго, и на это потратится больше ресурсов. Ну и плюс ко всему, мы внутри имеем довольно много инструментов для того, чтобы эффективно коллоцировать маленькие процессы, там какие-нибудь на 30-пу. Меня попросили подвинуться вправо. Вы этого не видите, но я вижу. Так, вроде по центру. Отлично. Собственно, мы умеем эффективно коллоцировать маленькие процессы, это для нас недорого. Поэтому иногда это получается реально дешевле и на порядок. Макс, а вы пользуетесь продуктом? Да. Команда Андрея. Да, да, да. Мы пользуемся продуктом. Команда Андрея. Тут вопрос у меня есть. Андрей сказал то, что они делают продукт. И с продуктом возникает такая история, что у продукта есть какие-то обязательства перед пользователями. То есть, условно говоря, я считаю, что, как, кстати, вы можете послушать доклад из первого дня про то, что ДВХ на самом деле это тоже продукт. Это продукт, у которого очень странный UI, а именно документация и табличка, но на самом деле это тоже продукт. И у него есть саппорт, но все такие вещи. И ДВХ несет какую-то ответственность перед пользователями. То есть, если я показал, что в какой-то момент в Яндексе за сутки был всего один пользователь, то да, я отвечаю за то, что вот так получилось. А вопрос, вот продукт Data Transfer. Какую ответственность берет на себя? Очень хороший на самом деле вопрос. Хотел бы, чтобы на него кто-то другой ответил. Придется, видимо, мне, потому что больше некому. Мы предоставляем пользователям сервис. У сервиса есть определенный коммитмент на аптайм условный, на скорость поставки и на то, что по нашей причине ничего не будет простаивать. Мы же все-таки работаем с внешними источниками, приемниками и внешними базами данных пользовательскими, которые ломаются сами по себе. И у нас довольно много болей для того, чтобы различить, мы сломали людям продакшн или они сами себе отстрели ногу. И наша задача как сервиса предоставить мало того, что инструмент, так еще и какой-то саппорт с нашей стороны, для того, чтобы пользователь быстро мог понять, на какой стороне проблема. То есть у нас есть определенные очень громкие слова SLA. Короче, мы стараемся дать определенный саппорт пользователям, отвечаем на его запросы. У нас есть даже дежурство. Отвечаем на его запросы в реальном времени и помогаем ему разными способами. Плюс ко всему, у нас есть довольно много инструментов для селф-диагностики, чтобы пользователь сам пришел в наш сервис, в интерфейс, посмотрел на графики, посмотрел на логи, посмотрел на какие-то мониторинги и принял решение, что вот все плохо, пора нажимать на большую красную кнопку «Деактивировать». То есть это как такое клауд-решение. Кстати, есть какие-то клауд-похожие решения? Да, на самом деле клауд-решений похожих много. Я могу порекламировать великолепное клауд-решение в Яндекс.Облаке. Оно называется Data Transfer. Прям оно же. Только мы там в облаке предоставляем маленький подсет пока что наших коннекторов. Внутри их сильно больше. Но мы стремимся к тому, чтобы они объединились. Объем коннекторов в облаке внутри был похожим. Во внешнем мире довольно много похожих инструментов, начиная от каких-нибудь стримсетов. Это вот такой SaaS-решение для перекачивания данных в режиме стриминга. И заканчивая Oracle Golden Gate, он делает примерно то же самое, только для Oracle. Главная проблема в внешних решениях в том, что они обычно фрагментарные, связывают парочку баз данных между собой. И если у вас большой набор баз данных, то тебе их нужно эти решения собирать вот как... Слушай, ну а Kafka Connect, он как раз плагины достаточно. Да, но он на самом деле рассматривает одну часть истории. Вот ты Kafka Connect, когда рассматриваешь эту платформу для того, чтобы положить данные в Kafka, потом еще есть Kafka Connect, чтобы достать их из Kafka. Но это не совсем сервис, это набор кубиков. Более того, они привязаны к Kafka, а мы не привязаны к очереди. Это важный плюс, потому что многим пользователям не так уж хочется ввозиться с очередями. Мы от них эту сложность прячем, а для некоторых случаев для оптимизации даже не используем. Слушай, а как удается тогда, ну даже не знаю, то есть вы льете прямо напрямую с одного места в другое? Ну, условно так, условно так. У меня здесь в докладе прекрасный слайд с кучей анимаций, приходите на мой доклад в 8 вечера. Я, конечно, понимаю, что поздно, но там будет красивая анимация, как это происходит. И даже котики. И ежик один. Да. Да. Вот. Собственно, мы стараемся строить сервис так, чтобы он был максимально горизонтально масштабируемый. И секрет горизонтальной масштабирования не хоронить стейт. У нас стейт из джабей, которые просто перекачивают данные, держат их только в памяти, не материализуют. А для того, чтобы делать нужные нам гарантии, мы пользуемся API, самих баз данных, с которыми мы работаем. Мы сохраняем трек им прогресс либо в источнике, либо в приемнике для разных гарантий поставки, семантик поставки, закрываться, at least once, at most once. И, собственно, за счет этого мы не обязательно должны хранить данные где-то. Мы, конечно, нагружаем дополнительные источники, чтобы они хранили этот лог изменений, если мы отстаем. Ну, для многих это окей. Слушай, а как вообще писать такие инструменты? С чего вы начинали? Со звездолета или как бы с чего-то такого совсем простого без тестов и без CICD? У нас и сейчас CICD так-то работает через паник-колоду. Секреты Яндекса. Но на самом деле он работает просто очень долго, катится. Начинали с очень простого инструмента. Это был просто бинарик, который запускался на машинке у пользователей. Изначально мы думали делать агента, который будет ставиться на саму базу и оттуда будет реплицировать данные в IT. Прости, Господи. А для наших слушателей что же такое? Это такой яндексовый ходуб, не знаю. Можно так назвать. Этого достаточно, да? Да. Собственно, на этом все начиналось. Когда мы начали это делать, у нас получился какой-то POC, MVP, Proofo.com.sep, очень маленькое решение, которое работало как часы, и пользователи сказали, вроде норм, давайте сделаем из этого сервис. А у нас уже был сервис, который делал совсем другое. И мы начали его туда прикручивать, и там уже поняли, что в Яндексе не только две базы данных, у нас вначале был заказ только от пасгресса на самом деле. Что у нас есть пасгресс, давайте мы его выйти положим. И со временем люди пришли такие, у нас еще есть такая-то база, такая-то база данных. Слава богу, они пришли довольно рано. Мы довольно рано поняли, что нужно делать это как сервис, сразу после POC, MVP. И вот стали строить это как такую систему, в которую можно легко добавлять новые грани, новые endpoint, новые типы данных. И она должна делать довольно, опять же, довольно сложный комбайн. В нем есть мало того, что данные перекладываются, там еще и трансформации по дороге имеются. Более того, у нас сразу была задача, вот я рассказывал, что мы не используем очередь, но на самом деле у нас была задача использовать очередь. Внезапно. Да, потому что мы можем не использовать очередь, большинству пользователей это очень нравится, но есть люди, которым очередь нужна не только для того, чтобы хранить посерединке данные временно, но и для того, чтобы самим эту очередь читать. И у нас все это сначала строилось похожим образом на Kafka Connect, у нас в Яндексе Kafka нет, вместо нее есть свое решение. Изначально мы думали, что давайте поселим вокруг очереди, но как только мы начали много писать, мы поняли, что очередь там на самом деле не очень нужна. Я вообще думаю, что можно сделать Kafka Connect без Kafka, и он будет работать не сильно хуже, чем с Kafka. Но не будет Kafka Connect. Ну, это может быть Kafka Connect без Kafka, на самом деле там есть стендалон режим, если немножечко коду пописать. Да, это факт. То можно сделать Kafka Connect без Kafka, и он будет отлично работать. Слушай, интересно, если вы избавились от очереди, как вы гарантируете exactly once? То есть вы считали строчку, у вас счетчик у продюсера сдвинулся на один, а у консюмера вы упали и не записали. Как отследить вот эту подвижшую строчку? Да, на самом деле подвижшая срочка, а да и в Kafka на самом деле она никак не решается, эта задача. В Kafka Connect задача решается через коммит в приемник, потому что если ты транзакционно не коммитишь вместе с данными и оффсет, то ты в любом случае не гарантируешь exactly once. Единственный способ загарантировать exactly once, это при коммите в приемник продвинуть этот оффсет. Если он продвинулся, то в следующий раз ты получишь те же самые данные, посмотришь на оффсет в приемнике при записи и проскипаешь лишнее. Довольно простой концепт, который говорит, что очередь вам не нужна. Очередь нужна не для этого. Интересно. Ну, на самом деле у Kafka, если говорить про семантики поставки, семантика поставки exactly once, она на самом деле про семантику поставки внутрь Kafka. Как ты из Kafka переложишь в конкретное хранилище, это уже задача коннектора. Да. Ну, это правда, да. Вот и там сделать exactly once без коммитов в приемник дополнительных данных невозможно. Ну, это правда, да. Но я без в state-less процессе пока не могу представить, куда зависнет вот эта вот потерявшаяся строчка, которую мы считали. Она пропадет никуда. Она просто пропадет. Она просто мы ее потеряли. Положили на пол. Положили на пол. Если мы продвинули прогресс в источнике после чтения, значит у нас будет atmos once семантика. Если не продвинули, а только после получения акка от приемника, то вот at least once. Дальше приемник решает, надо ли ему дедублицировать по оффсетам. Если надо, то он может продедублицировать и сделать exactly once. И мы счастливы. На самом деле очередь, она в памяти хранится. Да, понятно. То есть фактически очередь локальная. Да. И нам не нужна кавка, мы счастливы. Слушайте, ребята, вас не рвет вообще от такого количества тулинга? Ну, в смысле я не знаю, есть два, наверное, класса инженеров. Кому-то нравится код, чего-то там first или что-то вообще код. Кому-то нравятся UI-чики. Вот насколько вам комфортно как бы отдавать какую-то часть пайплайна, скажем так, на откуп инструменту, который, ну, он, конечно, находится внутри компании, но глобально от вас не зависит. Как вот еще Яндекс-разработчикам, которые, мне кажется, вообще ребята такие любящие должны быть, наверное, поковыряться в исходниках и во всем. Использовать тулы, а не либы, условно говоря. Ну, я бы спросил у Андрея, потому что они наверняка делали проработку продуктовую. И что больше хочется? Либу или UI-чек, которому все накликал? На самом деле, из того, что я, когда мы прорабатывали эту историю, на самом деле, людям либо не нужно, людям нужен либо сервис, который они могут поднять сами, либо сервис, которым они могут просто использовать. Часть пользователей используют UI, как ты вот сказала, что есть много, большой пласт людей, которым не очень сильно хотят, хочется что-то кодировать. И вот есть ему противоположные, примерно, группы людей, которые хотят UI и которые не хотят UI, они одинаковые. А вторая половина людей, она захочет просто законфигурировать пайплайны с помощью кода. Либо с UI, либо с кодом. Вот это разделение есть. По поводу либ, кажется, у нас это не так распространено, потому что в целом инфраструктура Яндекса, она такая очень большая, но она более-менее гомогенная, по крайней мере, стремится к гомогенности. У нее есть понятные точки входа, понятные паттерны использования, понятная документация. Единственное, что ее тяжело просчитать, не находясь внутри Яндекса, но она есть и довольно хорошая. Мы сейчас ее, собственно, продаем наружу в Яндекс.Облаке, подключайтесь в Яндекс.Облако. И поэтому внутренние пользователи Яндекса на самом деле рассматривают нашу инфраструктуру просто как облачный провайдер. Вот если вы строите ваш дата пайплайн на Ажуре, то вы примерно представляете юзер экспириенс. У вас есть Ажур, у него есть свои инструменты для построения пайплайнов, там Ажур Датафабрик или что-нибудь похожее. И у них есть такой сервис, у нас есть вместо него свой сервис. У него есть особенность в том, что у тебя, когда ты находишь внутри Яндекса, ты всегда можешь прийти к руководителю разработки и сказать, типа нам нужна такая-то фича. Если вы эту фичу не сделаете, мы потеряем вот столько-то денег и такой чемодан денег. И тогда мы начинаем участвовать в разработке и собственно команды наши заказчики, они участвуют в разработке довольно активно, они довольно активно просят фичи и все такое. Более того, ты всегда можешь прийти и посмотреть код. Яндекс славится своим монорепозиторием. Весь код Яндекса живет на самом деле в одном большом SVN-репозитории и все от этого очень счастливы. В кавычках, естественно. Нет, абсолютно счастливы. Это не шутка, это реально хорошо работает. То есть у этого есть большие плюсы в том, что ты если есть лак в документации, то ты это комментируешь на лаком чтения кода. В нашем сервисе у API-документации просто ссылка на код с... Ну да, зачем что-то документировать, если можно прочитать код? О, да. Слушай, а расскажи, на каком языке написан сервис-то? Ой, господи, изначально он был вообще написан на плюсах с питоном. Необычная пара. В Яндексе это самая распространенная пара для разработки даты инструментов. Было года три назад. Питон плюс плюсы. Я когда пришел в команду, я плюсов совсем не знал. Питон очень не любил, и поэтому сервис написан на go. у нас был выбор либо писать на java, другие ребята в команде очень java не любили, либо на go. У нас очень ограниченный пул языков внутри Яндекса, на которых можно писать. Я вот все их перечислил. Слушай, давай ты, Макс. Слушай, а ты говоришь, что два-три года назад в Яндексе было популярно для дата-инженерии Python и C, а сейчас что? Все еще питонные плюсы, на самом деле они никуда не делись. На самом деле просто инструменты стали больше писать вместо питона на go, потому что питон в этом плане довольно плохой язык, на нем писать код плохо, и на нем хорошо скрипты писать, приложение плохо. Не пишите, пожалуйста, приложение на питоне. А на плюсах? На плюсах пишите, плюсы отличный язык. Да. А слушай, а как можно вообще гипотетически решать такую проблему, что, наверное, на go не так много дата-инженеров, скажем так, почти нет? Да, все так. А вы не сильно дата-инженеры, получается, вы больше разработчики тулов. Да, мы для них пишем тулинг, мы их не просим писать на go ничего. Если вы хотите что-то написать кастомное, у нас есть подключенные плюсы, вы напишите на плюсах ваш кусочек кода, мы его встраиваем в pipeline. Изи. Слушай, а как тогда побеждается вот это вот? То есть, ну, Python-разработчик может нормально зайти в Go-репозиторию и почитать Go-код? Его любой устно-сталлис может почитать, он очень простой. Ага, ясно. То есть, и все работает. Да, да. Ну, там главное привыкнуть, что там if R не равно nil, return R, if R не равно nil, return R. Это мантра горазработчиков. Я поняла. Интересно. Слушай, а если ты говоришь, что вы не дата-инженеры, то получается, что вы донимаете людей не с дата-инженерным бэкграундом или с ним? Мы на самом деле больше ищем людей, которые базы разрабатывают. Сами базы. Для нас это более полезный экспириенс, хотя дата-инженеры, вот из-за этого у нас есть некоторый скос в юзер-экспириенсе, потому что мы не всегда знаем, что хочет дата-инженер. Слава богу, у нас есть они всегда рядом под боком, можем у них спросить, но наши разработчики в сервисе, они в основном разработчики именно каких-то приложений, обычно системных. У нас есть люди, которые Greenplan писали, эти писали, что еще писали, Clickhouse писали. О, круто. Ну, Clickhouse не сложно было, наверное, а слушай, интересно, у нас вот в службе ДВХ есть открытые вакансии, и людей не так много дата-инженеров, которые есть с опытом, а у вас среди разработчиков баз данных. Большой потоль на потоль. Желающих пописать на Go, попрошу заметить. Слушай, на самом деле, да, потому что очень много людей устало от плюсов, и на Go довольно хорошо нанимается. Нанимать на Go попроще, чем на Python плюс-плюсы. Потому что те отмирают, как бы, не слишком популярно, или что? Да блин, что-то не знаю. Все, которые пишут на плюсах, хотят писать космический корабль. Мы, конечно, пишем космический корабль, но не на плюсах. А те, кто готовы писать космический корабль, готовы писать о чем угодно. Хоть на Расте. Интересно. И насколько вообще сложно искать разработчиков баз данных? Вообще, насколько часто это встречающийся разработчик? Не очень часто. Но они есть, они реально есть. Это какие-то тысячи разработчиков. Половина из них раньше работали в Яндексе. Слушай, а вот получается, вот человек на самом деле занимался какой-то одной базой, и теперь он работает над плагином вот именно этой базы. Или есть какая-то кросс? Как раз таки мы стараемся. Выглядит этот гринплан, напишу вам сейчас для постгрин. Ну да, на самом деле мы как раз стараемся кроссопалять команду, чтобы все понимали про все. Для того, что вот приходит человек с экспертизой в какой-то конкретной базе или в какой-то конкретной группе баз данных, а дальше он эту экспертизу прокачивает внутри, но и снаружи тоже касается всего. Для чего это нужно? Для того, чтобы система не была хрупкой и позволяла принимать все особенности всех разных баз данных, потому что они все немножко с этим, с гулящими особенностями, особенно какие-нибудь из эзотерических базы данных вроде Oracle. это вообще особенная база данных. Глаз опять затеркнулся, извините. Я поняла. Ну, то есть ребята как бы кросс квалифицируются и все в порядке у вас выходит. Слушай, а вот по скиллам получается, что, ну вот, например, человек писал базу данных, но, наверное, для вас, если вы пишете CDC-сервис, на самом деле очень важно, чтобы человек просто хорошо разбирался, как устроен транзакшн-лог или что-то большее. Две главных вещи, которые мы хотим от базы, это как устроен транзакшн-лог и как устроен протокол общения с базой. У базы, мало того, что есть протокол общения, у нее еще есть система типов, отдельная большая боль. Мы же не просто CDC-протокол пишем, мы делаем сервис гетерогенной репликации данных. А в плане гетерогенности это значит, что у нас есть база данных с своей особенностью своей системой типов и база данных с другой системой типов. Они похожи, но не одинаковые. И у нас довольно большой челлендж в том, чтобы свести все это разнообразие во что-то адекватное. Мы очень глубоко погружаемся в протоколы общения с базой для того, чтобы это делать эффективно, в протоколы, как он пишет, транзакшн-лог, для того, чтобы обеспечить наши гарантии. У нас они не очень сложные, нам могут довольно легко обеспечить, поэтому с транзакшн-логом сильно несложно. А вот мне интересно, я вот сижу и думаю, ну хорошо, если мне надо знать, как пишет транзакшн-лог в MySQL, я зайду, почитаю код. В Greenplame зайду, почитаю код. А в Oracle? В Oracle зайдешь и поплачешь около стеночки. Разработчиков? Нет, просто найдешь стеночку какую-нибудь красную, например, и поплачешь там. То есть как вы интегрируетесь с такими не-опенсорс-продуктами, так сказать? Очень тяжело. Наугад? На ощупь? Нет, у них есть документация, она довольно обширная и очень устаревшая всегда. И ты просто наугад, через таковый коверфлоу, общение с какими-то странными людьми, которые когда-то давным-давно умели реплицировать Oracle, читаешь какие-то странные плагины, которые Reverse Engineer или протокол хранения ряда логов, есть, кстати, такие. и в конечном итоге это довольно большая сложная задача для того, чтобы она решается в опенсорсном мире очень просто. Открываешь файлик, который пишет Transaction Log, смотришь его и все понятно. А в Oracle ты читаешь очень много документации технической, очень много Stack Overflow, на самом деле, не очень много, маленький Stack Overflow про это у Oracle, и какие-нибудь форумы. На Reddit там много информации на самом деле есть про Oracle. Слушай, я просто не представляю себе, но вот хорошо, но вот с этой частью вы справились, а потом приходит Oracle, говорит, у нас тут вышла какая-нибудь, не знаю, какая сейчас, допустим, десятая версия, и в ней мы полностью поменяли. Нет, они даже не говорят этого, они просто берут и меняют, потому что из них точно никто не надеется, исходников нигде нет. Что хочу, то и ворочу. Ну, как бы. Так и происходит. То есть, и каждое, получается, каждое новое обновление для вас это прям отдельная боль. Да. Это так и есть. Особенно с проприторными системами у Oracle на самом деле есть коммитмент на сохранение обратной совместимости. Из-за этого Oracle такой странный, если что. Не потому, что его плохие разработчики пишут, точнее так, не только поэтому, но и потому, что у Oracle есть коммитмент сохранять всю обратную совместимость вместе со всеми багами и неочевидностями. А это на сколько лет назад? 30-40. 30-40. С ума сойти. Вот если от Oracle когда-нибудь работала? С Oracle? Я только разворачивать его пробовала. Бог миловал. Хорошо. Да. Ну, в общем, там есть много особенностей, которые неочевидны, если смотреть на модерновые базы данных. Они вот корнями тянутся в 80, если что. И в целом у Oracle есть особенность, то, что они деньги очень любят. И у Oracle есть такой продукт, я про него уже говорил, Oracle Golden Gate, первое слово golden, это... Деньги. Это стоимость его. Вот вес ядра в золоте, умноженное на 3, это стоимость лицензии на ядро в Oracle Golden Gate. У него понятный протокол, а есть еще то же самое, только бесплатное. И там очень мало документации. Мы не хотели пользователей заставлять покупать Oracle Golden Gate, ну, что довольно дорого, поэтому мы используем обычный протокол репликации, там называется LogMiner и Redulog. И у него, у этого LogMiner, очень болезненная история, потому что, как они купили компанию Golden Gate, Oracle, это отдельная была компания, которая использовала LogMiner для того, чтобы делать что-то похожее на CDC. Они купили компанию Golden Gate и планомерно в каждом релизе немножко подкручивают гайки, чтобы все хуже и хуже было пользоваться LogMiner бесплатным. Вместо этого покупайте, пожалуйста, Golden Gate. Это вот вся суть Oracle. Вот это подход. Да. Слушай, интересно, ты говоришь то, что про деньги и то, что у вас есть решение в логах. Ой, в облаке. Вопрос такой, а кто платит за вот эту in-memory Kafka для переливки данных? Пользователь или для пользователя это просто магия, которая автоматически перевожит один из другой и затраты на себя берет Яндекс? На самом деле это вот скорее пользователь за это платит. Если что, мы в облаке в превью и бесплатные. Пользуйтесь с нами. Мы лучший сервис. Потому что мы пока в превью, мы бесплатные. Но это ненадолго. Я не знаю когда, но когда-нибудь мы станем платные. Мы будем брать деньги за перекаченные данные и это, собственно, будет учитываться в стоимость. На самом деле, если говорить про технические детали, там просто поднимается какой-то воркер в каком-то шареном пуле у него выделенная память. И за эту выделенную память пользователь будет платить. То есть для него откроется чуть-чуть больше подробностей про... Ну, типа того. Ну, слушай, тогда получается у пользователя будет выбор заплатить вам возможно чуть-чуть поменьше, но проблема с ораклом. Или заплатить ораклу x сколько-то там и получить плюс-минус стабильность. Да, собственно, такой выбор есть у них всегда. Если ты покупаешь оракл Golden Gate, то логмайнер работает без багов. Это вот прям так в документации написано. Но с ораклом. Да. Но не со всеми остальными базами данных. А для всех остальных баз данных ничего покупать не надо. Там атака-то бесплатно есть. Поэтому не пользуйтесь ораклом, пользуйтесь пасгрессом. Слушай, а скажи, чего тебе не хватает в мире дата инжиниринга? Ой, какой хороший сложный вопрос. Лично мне не хватает вот этих вот... Короче, в мире дата инжиниринга есть тип людей, которые любят квадратики и стрелочки. Архитекторы? Нет. Ты когда видишь какой-то пайплайн, ты всегда хочешь связать вот эти вот все стрелочки между собой. А, я поняла тебя. Вот такую большую карту и смотреть... Визуализация. В Яндексе с этим на самом деле туго. С визуализациями пайплайнов. Есть, конечно, сервис, который показывает, как JBIOS строится, но не показывает, как потоки данных идут. Вот это кажется недооцененная зона в дата инжиниринге. И обычно это решается сервисами вида дата каталог, какие-нибудь Apache Atlas, что-нибудь типа AWS GLEU, что-то такое. А они прямо отрисовывают или они хотя бы просто документируют что-то откуда. Они на самом деле... Если говорить про Apache Atlas, насколько я помню, он не отрисовывает, он просто делает табличку, но нарисовать из нее красивый интерфейс, это дело рук двух фронтендеров, где бы их только найти. Вот. Но вот кажется, что мне конкретно не хватает вот этих вот красивых стрелочек. Обычно есть типа табличка А, Б, С, Д и так далее. Они все какие-то одинаковые данные используют. Хочется всегда понимать, как колоночка эволюционировала и так далее. Это сейчас сделать почти всегда практически в любом сервисе сложно. И на это уходит довольно много ресурсов дата-инженеров, по крайней мере, по фидбэку самих этих дата-инженеров. Да, мы сами вот недавно сталкивались, что-то надо переналить, надо помнить, что на стриме, что на баче, что откуда берется, почему вот здесь вот эта специальная колонка для того, чтобы обойти кучу багов на источники, и вот вообще просто мозг рвется. То есть помимо визуализации было бы здорово еще иметь какой-то набор метаданных, еще бы здорово было бы иметь какую-то визуализацию с того, что все это, все вот это красное просто и лежит. Да, но как бы мы тоже еще пока не приступали. Я боюсь, что мы вообще… Есть небольшой риск, что мы пойдем по пути Яндекса и напишем что-нибудь свое. Обычно люди так и делают. Да, не надо зачем. Приходите в Яндекс и пишите с нами что-то свое. Окей. Слушай, а по поводу дата-инженера это интересная тема. Ответь мне на один вопрос, я его часто задаю. Смотри, у нас есть простой ETL, есть таблица из трех колонок и есть таблица из двух колонок. Она получается из первой путем select первая колонка, вторая колонка, where третья колонка равна единице. Вопрос. Влияет ли третья колонка первой таблицы на первую и вторую колонку второй таблицы? Ну, очевидно, что да. Ведь она же участвует в фильтре. Да. Тогда получается то, что у тебя связей будет очень много в таком line-age. Но опять же вопрос, как ты формулируешь связи, потому что связи могут быть с определенным типом, тогда их можно подфильтровать, и проблемы нет. Да, согласен. Это прям какой-то метаграф получается. Да, обычно, когда говорят про каталогизацию данных, как раз таки говорят про графы. Для этого используют графовую базу данных, которая тоже есть в мире баз данных. Они обычно используются ровно для этого. Я просто не знаю, где еще используют Neo4j. А, да, вот недавно, по-моему, то ли вчера был как раз вопрос, зачем вообще существуют графовые базы данных. Нет, по-моему, на первый день в такой же дискуссии с Алиевым обсуждали графовые базы данных. И к чему пришли? Для Data Lineage? Очевидно, да? Да лучше посмотреть и послушать от первоисточника, о чем мы будем пересказывать. Окей. А, то есть можно прям вот слышать ответ. Да, да, да. Можно услышать. А, и насколько я знаю, он же их и писал, участвовал в разработке. Прекрасно. Но, наверное, он должен знать, для чего они. Ну, понятно. Ну, ладно, слушайте. Я думаю, что какие у нас есть еще вопросы к Андрею? Интересные такие. Ну, у нас к Андрею, конечно, еще очень много вопросов касательно прекрасного Data Transfer. И первый вопрос, который, ну, из оставшихся, которые есть, это как вы приоритизируете, какие базы данных подключать? Обычно по деньгам. А в смысле, у вас же сервис внутри Яндекса. Да, мы условно деньги, на самом деле это виртуальные деньги, мы просто прикидываем важность клиентов и количество хотелок заказов на конкретную базу. И на самом деле это взвешиваем на сложность. Некоторые базы данных подключить, дело двух дней разработки, некоторые, типа Oracle, двух лет разработки. И это тоже взвешивает решение. Но в целом мы вот взвешиваем сложность подключения и профит, который мы получим на максимуме из этого решаем. Тут еще просто проблема в том, что помимо подключения новых баз данных у нас еще есть другие фичи, которые мы разрабатываем, например, какие-нибудь трансформации, которые пользователи тоже хотят, улучшение стабильности и визибилити, прозрачность системы для пользователя и улучшение UX. Это тоже важное направление разработки, не только же базы добавлять. Я ожидал такого ответа и у меня вопрос. Смотри, пришел к тебе пользователь и говорит, ты знаешь, у нас клевый проект, в нем хранятся миллионы долларов, которые приносятся Яндексу, и это написанная кем-то в селе база данных, которую познают два человека, и мы ее используем. И вам надо оценить сложность этого проекта. Ну, вот мы, собственно, оцениваем, берем на это какое-то время. У нас просто был такой кейс, мне кажется, вот прям то, как ты писал, прям так оно и было. Прямо в селе писали? Не, не уверен, что в селе, но вот в каком-то небольшом городе. Скорее всего, городской поселок. Ну, мы на самом деле просто берем какое-то время на исследование и взвешиваем. Просто эти деньги могут не купиться, потому что сложность разработки большая. И вопрос про исследование. Есть ли у вас какие-нибудь прямо уже заготовленные инструкции? Вот вы взяли неизвестную базу данных. Что с ней надо сделать, чтобы понять, как подключить ее к вашему сервису? Да, на самом деле такое есть. Несколько баз данных мы подключали по таким инструкциям. Там довольно простая вещь. У нас не очень много гарантий, нужно от базы добиться. Мы стараемся по минимуму пройти от базы. И таким образом инструкция не сложная. Собственно, да, такое есть. мы уже почти все популярные базы данных по такой инструкции прошли и примерно понимаем, сколько она стоит в добавлении. Круто. А насколько она сложная? Сможет ли Джун, пришедший с какого-нибудь Яндекс.Практикума, разобраться в этой инструкции и повторить, что там написано? Скорее, чем да. Довольно сложная. Слушай, а расскажи, что заставило тебя вообще прийти и рассказать миру о вашем сервисе Data Transfer? Ты любишь выступать или любишь Data Transfer? Что именно? Оба. Оба? Да. Но я на самом деле ради за продукт. Наш продукт сейчас в облаке активно релизится. Он понемножечку выходит из превью. Вот хочу его попиарить. Может быть, кто-нибудь захочет им попользоваться, потому что мы сейчас в облаке предоставляем этот сервис как сервис. И стараемся его развивать не только внутри Яндекса, но и наружу. Хочется максимально получить фидбэк, потому что внутри Яндекса довольно специфичный пользовательский сценарий. Внешние люди приносят совсем новый опыт. Мы когда его только предоставили в облаке, словили совершенно другие хотелки от команд особенно small и mid-size. Команды маленькие хотят совсем других вещей. И это очень сильно повлияло на то, как мы разобрабатываем теперь в сумме Data Transfer. Хочется по максимуму расширить нашу аудиторию, потому что, кажется, наш сервис уже достаточно зрелый для того, чтобы в него приходило много людей и пробовало с его помощью решать свои задачи. Слушай, а не страшно было выходить в публичный облак? Ведь кажется, что это совсем другая среда. Здесь у тебя сокомандники, пускай пилят какую-то другую вещь, но они всегда помогут, всегда может быть, тикет поставят и код напишут, а внешне они сразу начнут ругаться, говорить, ой, из-за вас у нас убытки компании, вон у нас акции падают, все, вы виноваты. Ну, да, страшно, зато очень весело. Это реально страшно, и когда ты видишь импакт от поломанных вещей, ну, мы пока что никому продакшн не ломали, слава богу, но клиенты в облаке немного другие, это правда, но это страшно с одной стороны, с другой стороны очень челленджево и интересно. Это реально интересно, потому что ты видишь совсем другой мир, большую картину происходящего во внешнем мире, это очень мотивирует делать дальше. Слушай, а вот, ну, насколько сложно вот был код, да, в репозитории и прям хоп, мы вывезли его в Яндекс.Облако, кнопка купить появилась, или вы прям готовились, что-то почищали, какой-то у вас есть? Довольно много всего делали, в целом в Яндекс.Облаке половину, даже больше половины инструментов внутреннего Яндекса нет, их пользоваться нельзя, потому что они что не сертифицированы, что по комплайнсу не аудируемые, и что-то такое. Короче, много инструментов внутренних в облаке использовать нам нельзя, и поэтому сервис значительно допиливался. В принципе, когда мы это сделали, у нас сервис стал более изоморфным, он теперь может крутиться где угодно, не обязательно ему быть внутри облака, и это довольно хорошо повлияло на нашу архитектуру, она стала почище, но мы довольно много работы для этого приложили, не просто взяли и прикрутили кнопку купить. Кнопку купить мы еще не прикрутили, мы бесплатные. А не надо сказать, что вы фактически разрабатывали вторую систему, но на том же ядре? Да не совсем, у нас в целом что менялось, у нас есть такое понятие, как рантайм, где мы запускаем наши статисты, мы просто реализовали новый рантайм. И он уже дальше переехал в Яндекс. Да, еще там особенность была в том, что у облака другие гайдлайны по проектированию API, это была самая большая боль, потому что нужно было все методы переделать под те гайдлайны, которые были в облаке. Вот это была самая болезненная часть, потому что там условно по-другому надо методы именовать. А документацию написать? Да, кстати, тоже был. Ее тоже пришлось писать, потому что, к сожалению, ссылку на Аркадию сдать нельзя. Слушай, а кажется то, что внутренние сервисы, они прям редко имеют какую-то выделенную единицу саппорта. Когда выходит сервис наружу, кажется то, что уже прям хэдкаунт нужен на то, чтобы саппортить. Это все так. У вас такое появилось? Да, у нас появились регулярные дежурства, хэдкаунт на саппорт и СЛА на ответ. Все как у взрослых ребят. Слушай, насколько это сложно, насколько выросла команда, ну хотя бы в процентном соотношении, если это секретная цифра. Да, раза в три. Раза в три. Команда была маленькая просто. Я поняла. Ну и для ребят, например, когда они разрабатывают сервис, который виден миру, наверное, намного, так сказать, приятнее, или не знаю, они гордятся. Да, более того, людей нанимать проще. Потому что они понимают, что они будут делать? Да, да. Неожиданно. То есть не только лишь проблема в том, что все хотят работать в Яндексе, иногда кто-то хочет делать еще тот, чем другие попользоваться могут. Да, все так. Потому что делать внутреннюю штуку для внутренних пользователей иногда людей демотивирует. Но, кстати, это интересно, потому что в мейле я часто слышал такой фидбэк, то, что я не хочу, чтобы мой труд видели люди. То есть я хочу делать какую-нибудь внутрянку, но не хочу, чтобы кто-то показывал то, что вот эту кнопочку на мейл.ру сделал я. Ну, все люди разные. Мне кажется, у нас в команде казалось, что ребятам было очень важно, чтобы они понимали, для чего, для кого, чтобы вот это вовне было видно. Чтобы хоть кто-то был благодарен, а не только лишь что-то делаешь, чтобы было лучше. Ну, то есть понятные клиенты, понятные, значит, вот твоя кнопочка купить в облаке или что-то. Хоть где-нибудь кнопочка твоя. Вот. И это всегда приятно. Ну, как бы. Ну, тут, наверное, зависит. Ну, и ответственности больше, которые приходится брать. Да, и дежурить. Да. Дежурить, как мы знаем, никто не любит. Все любят закрыть на ватбук и уйти. Это правда. Хорошо, то хоть дежурство не постоянно. Но у вас есть, наверное, ротация, да, какая-то дежурного. То есть у вас все в этом плане понятно. Понятно. Слушай, а расскажи тогда больше, наверное, про свой доклад. Как долго ты его готовил и помогал ли? На самом деле, конечно, помогали ребята, организаторы помогали. Спасибо им. Voice. Доклад готовил довольно долго. В целом, доклад был просто сделан из наших внутренних тикетов на research. Я просто понатыкал оттуда информацию. Это такая систематизация, описание нашего сервиса. Мы, когда росли, собственно, мы ребятам рассказывали, что из себя сервис представляет, и это был костяк этого доклада. Собственно, доклад показывает, как работает сервис, и, собственно, доклад, он был про то, будет про то, как работает система, что она себе представляет, и какие основные вещи в ней есть, как такую систему мы строили. Такая. Ну, то есть, после того, как ты подготовил доклад, ты прям почувствовал, что, ну, вряд ли ты что-то новое узнал, да, но какие бенефиты для тебя, да, как для докладчика, что ты ждешь? Главный бенефит, который я получил от себя, для себя, как докладчик, когда закончил презентацию, что у меня появилась презентация, которую я могу новым сотрудникам показывать. Это факт, да, да. Потому что она красивая, там есть котики. Так больше ежики. И ежики тоже. И ежики на последнем слайде, а котики посерединке. Ну что, ребят, я думаю, что мы не будем спойлерить про доклад Андрея, он, кстати, будет сегодня, да, в 8 часов? Да. Да, и, ну, как бы я хочу сказать, что это далеко не последняя трансляция с главной студией, и впереди вас ждет еще много интересного, в том числе доклад Андрея. И заглядывайте еще, увидимся, ну, как минимум, мы с вами увидимся в 19.15 на разговоре в телевизоре с Артемом Шатаку. Субтитры создавал DimaTorzok,